Моя жена хочет тоже с вами поделиться своими впечатлениями о плюсах и минусах. В общем, давайте послушаем её. Да, я в целом буду говорить прям по быту. Муж говорит, что это не очень важно. На самом деле, я считаю, что это важно, потому что из этого складывается жизнь. С первого дня, когда мы приехали, мне очень не понравилось то, что здесь очень непривычные душевые кабины. То, что там душ не европейского стандарта, а так называемого американского. Я всё-таки открою, потому что жарко. То есть ты не сможешь помыть голову, если целиком не помоешься в такой ванне. Душ не снимается со стенки. А потом, что мне ещё не понравилось, я думала, что я приехала в Америку. На самом деле, у меня было ощущение, что я в Индии. У нас были соседи, соседи везде были, кругом индусы. Ну, всё бы ничего, если бы я не забеременела, и у меня не было токсикоза, потому что вот эти их пряности, они готовили, мне кажется, круглые сутки. Американцы жарили барбекю, пахло, то есть либо вот смог вот этот вот от костра, либо пахло специями индийскими, в основном ими пахло. Это тоже мне очень не понравилось, когда мы приехали. Потом, следующий минус для меня было то, что когда моего ребёнка поднялась высокая температура, мне нужно было с ним ехать в больницу. То есть здесь не принято вызывать врача на дом, чтобы он приехал, посмотрел, послушал ребёнка. Ты должен сам брать его в охапку и везти в больницу. Больной он там или какой ли. То есть здесь не рассматривается вопрос о том, что ребёнок в такой ситуации может дополнительно ещё какие-то вирусы нацеплять, находясь в больнице. Ну, ещё минус для меня, как для мамы, это то, что здесь нужно делать прививки в обязательном порядке. Причём здесь прививки и те, которые не делают у нас в России, это от гепатита А, от ветрянки. Все эти прививки входят в обязательный перечень прививок США и непривитых детей не допускают в садики и в школы. Ещё минус для меня – это то, что в магазинах. Ну, здесь вот как бы основные товары, которые ты можешь купить вообще во всех магазинах, это чаще всего какие-то американские товары, потом товары мексиканские. То есть для того, чтобы я, допустим, привыкла покупать крупы различные, там, варить каши детям, потом что ещё. Фрукты мы тоже покупаем в определённом магазине, потому что они не везде вкусные. То есть для того, чтобы мне полностью наполнить свою потребительскую корзину, мне приходится объезжать, наверное, магазина 3, чтобы я могла полностью купить все те товары, которые мне нужны. Ну, и в целом, так, по товарам я тоже скажу, что я не могу зайти в магазин и купить вот то, что меня именно интересует. Всё равно нужно как-то адаптироваться под местный… Колорит. Ну да, потому что там из одежды что-то меня не устраивает. Допустим, для детей мне хочется покупать всё-таки больше вещи из натуральных тканей, там, хлопок. Здесь чаще всего это идут ткани, которые, ну, с добавками, там, полистер, катон и так далее. Катон – это хлопок. Ну да. То есть нужно искать. Нет такого, чтобы ты зашёл и прямо так по щелчку и купил. В России всё-таки с этим мне казалось проще. Обувь также для детей тоже я не могу зайти в магазин и купить вот обувь, которая мне требуется. Здесь потому что другие стандарты. Здесь считается, чем она мягче. У нас же принято, чтобы был жёсткий задник, стелька была с супинатором там. А здесь такого нет. Здесь нужно искать такую обувь. Здесь принято, чем она мягче, тем она, значит, правильнее. Вот. Про плюсы где? Про плюсы. Ну, про плюсы я хочу сказать, да, про дороги. Дороги здесь, конечно, радуют. Здесь люди более адекватные. Они водят машину, как сказать, они больше себе уступают дорогу. Вот нравится очень правило, когда при равноценном перекрёстке, то есть ты подъезжаешь на перекрёсток, на перекрёсток равноценных дорог, и, соответственно, проезжает первый тот, кто первый подъехал. Там стоит знак «Стоп», и ты должен его пропустить. Неважно, пересекает он твой путь, не пересекает, он проезжает первый. Это, конечно, лучше. Пробок здесь меньше намного, чем в Москве. Насчёт погоды я бы не отнесла этому плюсу на самом деле, потому что здесь бывает такая парилка, что ужас какой-то. А в холодное время года, ты опять-таки об этом не сказал, я хочу сказать об этом, что мы включаем печку только тогда, когда мы находимся дома. Если её выключаешь, то, как правило, квартира быстро очень остывает, но мы не можем себе позволить оставить включенную батарею вот этот нагреватель. Не можем позволить себе его оставить включенную, потому что, действительно, это будет очень дорого. Мы вот уезжали в Лос-Анджелес на три дня в зимний период, можно сказать. Приехали, в квартире было 11 градусов, это очень холодно. Вот. Что ещё? Это было 1 января. Ну, неважно. Или тут 31. Я понял. Что ещё сказать? Я даже не знаю, что ещё сказать. Да, ну ещё вот эти вот, то, что, допустим, чтобы прогулять детей, мне нужно всё равно убрать машину, как правило. Чаще всего всё находится на расстоянии, до которого нужно ехать. Здесь парк, я имею в виду, нет таких понятий, как детская площадка во дворе. Здесь такого вы не встретите. Если вы не живёте в частном доме, у вас нет дворика, как правило, вы должны куда-то выезжать в парке с детьми. Вот. Что ещё сказать? Я не знаю. Океан, я говорю, мне бы было предпочтительно, если бы это было море, потому что в море можно искупаться, а океан, он всегда холодный. Лучше, конечно, чтобы комплекс был оснащён всё-таки бассейном. Для нас первое время казалось это непринципиальным, но на самом деле, когда вот живёшь в такой жаре, хочется иногда искупаться. Не только в ванне, не только в душе. Хочется выйти в бассейн и поплавать. И это, конечно, если живёшь в таком комплексе, то это, конечно, плюс. И если есть фитнес, тоже это хорошо. По вот этим вот тоже хотелось бы сказать, по общепиту здесь тоже это стандарты американские. Здесь кухня американская, китайская, индийская, но европейская. Ты не знаю, есть какие-то итальянские рестораны, они есть, да, но опять нужно искать. То есть ты не зайдёшь в любое место и не закажешь вот то, что ты хочешь, как будешь. К чему ты привык. Но даже не борщ и пельмени, даже просто вот, не знаю, закажешь суп, если ты не знаешь, как он должен выглядеть, что он из себя должен представлять, не факт, что ты его съешь потом. То есть... Например, вы заказали кукарачо-суп, не знаешь, что это такое. Кукарачо, ну кукарачо. Это закажется суп из тараканов. Ну, в общем, так. Да, мне ещё не нравится то, что здесь очень много геев. Может быть, это, конечно, не очень хорошо своей страны. Но когда я ращу мальчиков, меня это пугает. Одним ещё существенным минусом я считаю, то, что стиралки здесь, как правило, это будут общественные стиральные комнаты. Там, где стоит стиралка и сушилка. В том комплексе, в котором мы жили до этого, эта стиральная комната была рассчитана, я не знаю, на сколько квартиры, на очень большое количество. Квартир, наверное, 100, да? То есть все там будут стираться и все будут сушиться. Однажды я пришла в такую комнату, и там в стиральной машине лежала собачья шерсть. И, естественно, мне не захотелось стираться в такой комнате. Плюсом я считаю, что здесь в каждом апартаменте, где мы жили, есть посудомоечная машина. Это хорошая альтернатива для домохозяек. Конечно, они не идеально отмывают, но всё равно их наличие существенный плюс. Потому что бывают такие дни, когда совсем уж не хочется мыть. Кладёшь туда, и она всё равно что-то помоет. Ещё есть здесь такие диспозволы, да, они называются правильно? Такие штуки, в общем, для того, чтобы не забивалась раковина, включаешь кнопочку, и там типа измельчителя, который вот этот весь мусор, который туда нападал, измельчает. И, соответственно, не нужно вызывать сантехника, чтобы прочищать слив. У тебя вода хорошо уходит. Вот. А ещё плюсом я считаю, что здесь законы они всё-таки работают, действительно. То есть, если в России было принято, что если ты нереально крут, там у тебя много денег, тебя не останавливает полиция, ты можешь нарушать правила. Ну, как правило такое. Здесь такое не работает. Здесь полиция всё-таки, она выполняет честно свою работу. И, в общем, если есть закон, то он работает для всех. Не важно, какой у тебя статус и положение. Вот. Ну и, наверное, всё. Ну, про воду я не знаю, стоит говорить, нет. Сан считает, что это мелочь. Ну, в общем, каждые 3-4 дня он ходит за водой с большими бутылями. Потому что вода здесь, конечно, из-под крана, она ужасно воняет. На ней готовить даже невозможно. Ну, говорят, это от района зависит. Бывает, что в некоторых районах вода даже очень сносная. В общем-то, вот так вот. Всё, пока. Субтитры подогнал «Симон»